Вся мировая медицина сегодня обеспокоена наличием различного рода заболеваний, которые не поддаются лечению никакими химическими препаратами. У человека возникает ощущение какой-то опасности. Он может чувствовать приближение смерти и ощущать в себе серьезные внутренние изменения. Его охватывает ужас и страх, парализующий различные структуры организма и заставляющий находиться на грани мощного перенапряжения. И этот всплеск влечет за собой обострение всевозможных заболеваний. Откуда у нас берутся страхи, какая в них польза и что с ними можно сделать? Попробуем выяснить это сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии Владимир Рахманов, врач-психотерапевт. Олег Севастьянов, психолог-психотерапевт. Добрый день. И поможет нам, я надеюсь, разобраться сегодня во всей этой сложной теме Наталья Михалева. Добрый день. На самом деле у нас у всех есть какие-то страхи. Кто-то боится темноты, кто-то высоты, кто-то боится, не знаю, громких звуков, может быть так. То есть все мы чего-то боимся. Что же считать фобией? Потому что свойственно человеку бояться было, тем не менее, всегда. Фобия считается, когда страх не имеет определенной логической причины и существует достаточно длительное время. И вот что считать длительным временем, здесь, конечно, разночтений много, разногласий в том числе. В принципе, если как такового человека беспокоит его страх, то мы можем уже называть это фобией. Хотя, в принципе, между этими двумя словами можно поставить знак равно. То есть фобия, по сути, это страх. То есть термин переводится... Только более красивое слово. Да, в термин переводится именно таким образом. Но для медицинских целей, для удобства иногда хронический страх называют фобией. По сути, мы можем совершенно спокойно заменить на тождественное выражение. Просто страшно. Или чего-то пугает. Олег, а можно как-то составить портрет человека, страдающего фобией? Какие признаки того, что у человека это есть? Портрет человека, я думаю, нельзя составить, потому что фобиями подвержены, может подвержен быть любой человек, вне зависимости от каких-то склонностей характера или воспитания. Здесь дело все в стиле мышления. То есть фобия и страх рождает определенный стиль мышления. И этим стилем, собственно говоря, может обладать любой человек. Поэтому портрет здесь. То есть чисто внешне мы никогда не сможем с вами определить фобика, если только у него не будет какое-то очень странное поведение. Человек, страдающий фобией, называется фобик. Ну, это немножко же организм, конечно. Ну, да. В кругах, скажем так, психотерапевтических есть такой термин. Насколько мне известно, на сегодняшний день специалисты описали где-то около 300 различных фобий. Мы провели небольшой опрос на нашем сайте. Естественно, репрезентативный и, наверное, не тот опрос, который может служить какими-то фактами. Но, тем не менее, мы задали вопрос, какой страх присутствует в вашей жизни. Поровно у нас по 14 небольшим процентов боятся темноты и боятся заболеть. Подавляющее большинство боится высоты, 42 процента. Ну, и 28 процентов другое. То есть там может быть уже все, что угодно. А вот на самом деле статистика, наверное, существует. Какие фобии самые распространенные? Ну, считается, что страх высоты и страх темноты, скорее всего, лидируют. Среди тех параметров, с которыми, как правило, к врачу и не обращаются. А в остальном разброс большой. И, ну, допустим, с точки зрения лечения не очень большое имеет значение, какая конкретно фобия, с которой обратился клиент. Бывает так, что, ну, они достаточно вычурные, странные на самом деле. Допустим, была клиентка, которая боялась лягушек. Изолирована у нее была такая штука. Ну, вот. Тогда как, ну, в большинстве своем люди боятся или, скажем так, сжатых, закрытых пространств. Это то, что называется клаустрофобия. Или, наоборот, открытых пространств, где много людей. Агарофобия, так называемая. С точки зрения того, как эту проблему решать, не очень важно, какой тип фобии. То есть, их действительно очень много всяких вариантов и классификаций. Но для лечебных целей это не имеет принципиального значения. А какие самые, скажем так, неожиданные, или, может быть, самые странные, или самые яркие, здесь уже в зависимости от ситуации и фобии, встречались в вашей практике? Ну, мы... То есть, странность, может быть, даже в силу того, что они всегда связаны с каким-то травматическим опытом в прошлом. То есть, та дама, которая боялась лягушек, ну, ее просто испугали в детстве этими самыми лягушками. Ей запомнилось в силу определенных причин. Добрые дети, наверное, испугали всего скринь. Нет, 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 нет. Как правило, пугают все-таки значимые взрослые. Или родители, или, ну, какие-то, ну, тем не менее, люди, с которыми она часто общалась. Вот, и в ее случае было именно так, то есть, ее испугала мама. Мама была какая-то тревожно-насторожная в тот день, и что-то ей рассказало относительно вот этих вот злосчастных лягушек. Далее у нее закрепилось в силу определенных жизненных причин, и она это, ну, пронесла через десятилетие, можно сказать, этот самый изолированный страх. То есть, у любого, даже самого неожиданного страха, есть какое-то обоснование в прошлом, всегда, если мы ведем речь именно о фобиях. У нас почти полтора миллиона жителей в городе, поменьше, но тем не менее. И, наверное, немало различных специалистов, но все-таки хотелось бы понять, как много людей коснулась эта проблема? Как много пациентов приходят к вам с различными видами фобий? Как правило, если человек приходит и жалуется на то, что он чего-то боится, то мы, конечно, не ставим диагноз фобии или фобическое расстройство. Речь идет об эмоциональном нарушении, то есть о повышенной тревожности или тревоге. А вот к повышенной тревожности склонна, ну, скажем так, в городской популяции, по некоторым данным, свыше 60% населения. Причем, в зависимости от исследований, вот 60%, я сказал, это наша российская статистика по Смолевичу. Есть иностранная статистика, там немножко другие цифры. Ну, разбег, скажем так, в итоге от 15% до 60%. И очень сильно зависит от того, как эта статистика определяет. Вот, допустим, вот эти злосчастные 60% – это данные по поликлиникам. То есть все пациенты, которые приходят, если их опросить, хотя они независимо от того, с чем они пришли, то выяснится, что тревога где-то около 60% населения. То есть это очень большие цифры. Обращаются те, кто посмелее и, как правило, даже кто поздоровее. Вот, и здесь вопрос в том, ну, насколько человек себе отдает отчет в том, что с ним что-то не так. Чем он лучше себя, ну, скажем так, контролирует, чем более критично он к себе настроен, тем больше вероятность, что он обратится за специализированной помощью и, собственно, получит ее. Вот вы, Олег, чего вы боитесь? Готовы признаться на вас сейчас? Я тоже очень боюсь высоты и боюсь змей. И, наверное, если спросить каждого человека, вот вас, например. Да, я тоже боюсь высоты. Тоже высоты все-таки. И глубины. Ну, вот видите, считать ли все-таки это каким-то отклонением, какой-то ненормальностью, если ты чего-то боишься в жизни? Ну, вот мы с Олегом Игоревичем занимаемся альпинизмом и скалолазанием. Еще мы занимаемся дайвингом. При боязни высоты? Да, дайвингом. Да. При боязни глубины. Ну, в принципе, это достаточно хорошее развлечение. Поработаем над собой, так сказать. Но я могу предположить, что вы это делаете с какой-то определенной целью. Сейчас, наверное... Ну, потому что это весело. Попробуй дальше. Фобия не является ненормальностью. Мы работаем с этим, если человеку это мешает жить, если это осложняет его жизнь, да, если он хочет от этого избавиться. Это не значит, что он ненормален. Я здесь еще раз говорю, что это не заболевание, это стиль мышления. Это определенный стиль мышления, который, как правило, ошибочен. Понимаете? Мы совершаем систематические ошибки в своих размышлениях. Это не есть какой-то ненорма. То есть, ну, так работает наш мозг. Он несовершенен. Поэтому, если это мешает жить человеку, он приходит к нам, мы помогаем ему от этого избавиться. Так как у нас практически мозг у всех работает одинаково, поэтому такие большие цифры по тревожности, да, что у нас практически большая часть населения подвержена повышенной тревожности. Появляется ли все-таки что-то новое? Вот, например, есть такое понятие, как социофобия. Это боязнь публичности, боязнь где-то выступить, покраснеть прилюдно, говорить громко, ну и так далее. Это все-таки, ну, что-то современное, да, не из прошлых лет. Появляется ли что-то, какие-то фобии в связи именно с приметами времени? Ну, пожалуй, только единственное, что приходит в голову, это авиафобия, то есть боязнь авиаперелетов. Но, опять же, самолеты у нас уже достаточно длительное время существуют, поэтому сказать, что это дань именно последнего этапа, нет. Практически страхи, они, ну, имеют такую тенденцию к стабильности. И в целом больше зависит от культуры, нежели чем от появления новых каких-то явлений или событий. А вы согласны, Олег, вот с современными фобиями обращаются к вам люди? Ну, да, согласен сказать, аэрофобия, здесь ничего нового на ум почему-то не приходит. Вообще самая распространенная фобия, вот вы спрашивали, да, мне кажется, это фобия смерти. То есть это самая, наверное, распространенная фобия, люди боятся банально умереть. Нет, ну, наверное, вы встречали людей, которые на вопрос, боитесь ли вы смерти, отвечали нет. Вот это уже считать ненормальностью? Ну, нет, почему? Ну, да, здесь, понимаете, как бы по одному вопросу и одному ответу очень сложно говорить о какой-то ненормальности и так далее. В принципе, под ненормальностью очень сложно что-то конкретное подразумевать на самом-то деле. Потому что если мы говорим о психическом заболевании как таковом, то это предмет очень долгих дискуссий, что им считать, а что нет, соответственно. Мы в своей практике ориентируемся на момент критичности. То есть если человек критически относится к своему состоянию, то мы считаем, что он или условно здоров, или, по крайней мере, перспективен с точки зрения поздоровления. Если у него идет какой-то процесс, но он на это никак не обращает внимания и считает, что это правда, то есть не контактирует с реальностью в этом аспекте, то мы его условно считаем психически больным. Потому что он, естественно, неадаптивен, ему сложно в обществе, ему сложно жить и так далее, и так далее. Много из этого процесса происходит других. Американские ученые установили, что боязнь змей вызвана у людей тем, что они получают очень много негативной информации о змеях. Ну, наверное, можно не только об этой фобии такое говорить. Насколько средства массовой информации, интернет, телевизор, газеты, вообще усугубляют все эти проблемы? Настолько, насколько это возможно. Максимум. Спасибо. Максимум, да. Особенно вот сегодня приходил пациент, он рассказывал о том, что он, в принципе, боится жить, поскольку это был парень с 16 лет. Поскольку все, что происходит вокруг, все дает себе какую-то угрозу. И когда я начал спрашивать о том, собственно, какие угрозы вокруг него на данный момент существуют, по сути, он начал пересказывать сюжеты, ну, всех вот известных фильмов. То есть про маньяков, про насильников, про бандитов, про грабителей и так далее, и так далее, и так далее. Совершенно такой нереально вымышленный мир у него в голове, не соотносящийся с тем, что в действительности происходит, ну, по крайней мере, в том объеме, как он это рисует. Вот. И да, послушав его, приходишь к Иуду, все, что он смотрит по телевизору или, допустим, в кинотеатре, оно определенным образом его невротизирует, то есть делает более пугливым и тревожным. Поскольку каких-то собственных критических механизмов у него еще не наработано, он не может фильтровать информацию, какая более-менее достоверная, какая, ну, вымысел, скажем так, сценариста и режиссера. Продолжите эту тему. Да, смотрите, тревога, это же очень полезная штука, фундаментальная, которая вообще позволила выжить человечеству, да, это по поводу пользы тревоги, когда спрашивали. То есть, по сути, выжили и дожили до сегодняшнего времени не только тревожные люди, которые боялись шороха в кустах. То есть, как защитный фактор? И убегали. Ну да, это как способ справления с какими-то опасностями, потому что мы, как вид, люди не очень сильные, там, ловкие, у нас нет когтей и зубов. То есть, выживать в этом мире приходилось определенными способами. И тревога одна из способностей выживать в этом мире. Вот. И так как это эволюционно очень полезная штука, она из поколения в поколение передавалась и поддерживалась. Вот. Но мы не учитываем, что у нас изменились условия жизни. Понимаете? То есть, вот тревога на том же уровне осталась, как в пещерах мы жили в первобытное время. Но сейчас у нас другие условия жизни. И вот отрицание вот этого реальности, да, что у нас реальность-то уже изменилась, условия жизни изменились, и неумение приспосабливаться к ней, как раз и является причиной такой тревоги. А средства массовой информации, там, фильмы, новостные какие-то выпуски, да, они просто поддерживают этот тренд. Общий тревожный фон передают, общий тревожный фон всего населения. И, соответственно, его усиливают. Понимаете? То есть, такой порочный круг получается. Новости отражают действительность. Мы тревожные. Тревожность возрастает от того, что мы видим, что опасность, опасность кругом опасна. Ну, благодаря расстановке определенных акцентов. Были же раньше целители, которые перед телевизором сидели. Вот, может быть, вам этим заняться и как-то опять успокаивать общество? Ну, вопрос в эффективности тех действий, которые они производили. Ну, говорят, даже опухоли рассасывались. Говорят, опять же, да. Ну, каких-то вот точных достоверных данных. Да, нет. Сложно судить на этот счет. Но было бы заманчиво. Да, но это все, конечно, шутки. А теперь серьезно. Наташа, какой страх посетил вашу жизнь? Ну, как я могу сказать, что, в принципе, состояние тревожности, наверное, я так вот сейчас анализирую, на протяжении моей жизни существовало в той или иной мере. Наверное, с детства даже. То есть, я была там ответственным ребенком. Какая-то гиперответственность на меня постоянно висела. Вот. И, ну, в общем, произошло то, что, да, вот, в конце концов, это состояние тревожности переросло в такие панические страхи. Вот. Которые периодически меня сначала посещали, но, ну, так, сильно не тревожили. Ну, когда начали тревожить хорошо, тогда вот я, конечно, обратилась и попала к Олегу Игоревичу в надежные руки. А что вы подразумеваете под тем, что эти страхи стали очень сильно влиять на вашу жизнь? Ну, знаете, как, я вот сейчас понимаю, что, в принципе, этот диагноз, вот, который, например, если бы я пошла к неврологу, да, мне сказали бы, вегет сосудистой эстонии поставили. То есть, это диагноз, который ставится на очень многим сейчас нашим людям в жизни. То есть, это какие-то там необоснованные приливы жара, например, там, повышение давления даже. То есть, человек сам себе может провоцировать повышение давления. Да, я верю, да. Вот, а по сути, это, как бы, является все панической атакой. Как бы сейчас разобравшись, я поняла. То есть, заболевания, ну, такого, чисто физического нет никакого. Вот, и, знаете, что, как бы, сейчас вот я поняла главное, что, в принципе, как, в чем причина. Мы, вот, по крайней мере, я, у меня было очень много рациональных установок. То есть, по жизни. Ну, там, самый главный, наверное, негативный прогноз на будущее. То есть, постоянно тревожилась о том, что же будет, зачем ты думала о будущем в плохом смысле слова, да. Ну, тревога за детей, там, за работу, все такое прочее. Вот. Ну, нужно... Как будто на определенный момент времени это начало накапливаться. Да, начало накапливаться. Но я так понимаю, что, знаете, был толчок какой-то чисто... Ситуативный. Ситуативный, да. И, как бы, это начало мне мешать, вот, чисто, ну, просто жить. Олег, вы говорили, что, на самом деле, ничего выдающегося в наших страхах нет. И они есть практически у каждого. Но, тем не менее, вот, Наталья объясняет, что это уже очень стало сильно влиять на ее жизнь. А можно было до этого не дойти, как-то не давить? То есть, почему, почему это все вот накопилось до такой степени? Ну, видите, здесь мы говорим о том, что есть какие-то провоцирующие факторы в жизни у людей. То есть, случаются какие-то, ну, трудности. Сталкиваются люди с какими-то трудностями. И тогда это становится, как бы, последней каплей. То есть, до этого можно не доводить, да. Ну, для этого нужно очень внимательно к себе относиться. И, ну, что ли, больше заботиться о себе. Опять же, очень сильно зависит от той среды, в которой человек рос, развивался изначально. А у вас был синдром отличницы, если я правильно понимаю, да? Все нужно делать только на пять или все-таки? Ну, да. Как, я не знаю, правильный метод понимаю, я такая перфекционистка вообще, да, по жизни. Да, это я имела в виду. Вот, и да, такие штуки, они, ну, допустим, я иногда вижу рекламу, где, так или иначе, тем перфекционизм, она там касается. То есть, допустим, мы перфекционисты в своем деле. Мы достигаем лучшего, делаем лучшие продукты и так далее. Это подается с позитивной точки зрения. Но в переносе на личность перфекционизм, ну, достаточно, видите, опасная штука, потому что действительно может усиливать тревогу и усиливать, скажем так, всякого рода проблемы считативные, связанные с этим обстоятельством. То, что хорошо, ну, опять же, для средств массовой информации, для индивидуальности, это не всегда бывает приемлемая штука. Ну, по крайней мере, перфекционизм, это же не природное явление. В природе все происходит как-то, как-нибудь. Как вот принято говорить, такие случаи природы все делают на троечку. Ну, тогда как у человека, потому что это разумное существо, собственная воля, есть, ну, свои представления, отличающиеся, и они не всегда помогают. И иногда даже, видите, ухудшают качество жизни. Наталья, а почему вы обратились именно к психотерапевту? Вы же сказали, что, в общем-то, была попытка пойти к неврологу. Была попытка, да, но была попытка даже прописать антидепрессанты мне. Вот, и, ну, знаете, как так совпало, что я понимала, что, в принципе, проблема не медикаментозная моя. Я почему-то это понимала реально. Вот, и просто зашла на сайт, в интернет, и набрала в поиске, буквально, наверное, панические атаки. Прочитала очень интересную там, ну, на сайте есть статья, по-видимому, о том, что панические атаки не лечатся медикаментозно. То есть это проблема психологическая. Скажите, пожалуйста, вы эту проблему решили или до конца еще нет? Как я вам могу сказать? Тревожность у меня осталась. Вот. Но я сейчас живу совершенно спокойно с ней. А сколько времени потребовалось на то, чтобы жить спокойно с этой проблемой? Ну, вообще, вот с момента обращения прошел практически год уже. Но это весь курс был значительно меньше. То есть там занятий было 10. Два с половиной, три месяца. Да, где-то около трех месяцев. А дальше поддерживающие. Как обстоят дела с вашими паническими атаками? Вот так вопрос зададим. Панические атаки. Знаете как, я не могу сказать, что у меня их нет. Вот. Но я теперь понимаю, что это такое. То есть я раньше этого пугалась. А у вас есть инструмент? Вы теперь понимаете, как с этим работать? А теперь я этого не боюсь. То есть даже если придет, ну, собственно, она пришла и... Ну, насколько мне известно, нет фиксированных случаев, когда панические атаки явный вред здоровью человека нанесли. Но тем не менее, вот Наталья объясняет, как это мешало жить. И мы уже выяснили, что это, в общем-то, нельзя вылечить антидепрессантами. Выход ли в том, чтобы проявить смелость пойти навстречу своему страху и вызвать его на себя? Это ваши методы или вы действуете какими-то другими? Ну, это одна из методик работы с тревогой и со страхом. Но не только это. То есть здесь нужно понимать, что не просто нужно идти туда, где страшно, но еще и понимать, почему тебе там страшно, и что-то с этим делать. Видите, Наталья говорит, что она теперь не боится этих приступов, потому что она умеет с ними справляться. И когда вы просто идете там, где вам страшно, вам просто страшно. Потом через какое-то время страх проходит, потому что невозможно бояться. Ну, все время. Это просто, ну, ты устаешь бояться, утомляешься. Потом ты выходишь из этой ситуации, опять в нее заходишь, и тебе опять сильно страшно. И вот так может, ну, собственно говоря, до бесконечности повторяться. То есть этим проблему не решить? Как по сути, да, без осознания ничего не происходит. Я вот подумала, раз вы боретесь со своими страхами высоты и глубины таким образом, может быть, вы как раз и... Да ну, в том-то и дело, что не боремся. Скорее всего, это развлечение. Потому что страх есть, но он не имеет какое-то запредельное значение. То есть он не парализует, не сковывает, не вызывает каких-то реакций в теле, опять же, и так далее. Хорошо. Вы сказали, что неважно, с какой именно фобией обращается к вам человек, механизм борьбы с этим один и тот же. Один и тот же, да. А можно его как-то схематично объяснить? Да. Да, схематично выглядит из трех этапов. То есть первый этап, это называется детализация негатива. То есть страх вызывается негативным мышлением и так называемыми ошибками мышления. Наталья уже, в частности, говорила про негативное прогнозирование будущего. То есть это какие-то мысли про будущее, там, где у вас все плохо. И мы первое, что мы делаем, это детально выясняем, что происходит в голове. То есть текст. Текст мысли, которая вызывает тревогу. Дальше, второй этап, мы разрабатываем альтернативное видение ситуации. То есть альтернативный прогноз, да, какие-то альтернативные мысли, которые более приближены к реальности и больше, ну, отвечают нашей действительности. И третий этап, мы закрепляем альтернативное видение. То есть те мысли, которые не пугают, те мысли, которые придают силу, успокаивают и, соответственно, помогают жить, а не мешают. Вот, собственно говоря, схема лечения, которая состоит из трех этапов. Поэтому это занимает какое-то определенное время. Это курс. То есть поэтому здесь Наталья говорит, что курс, ну, это вот 10 встреч, самые короткие, за которые мы пытаемся человека обучить справляться с тревогой. Наташ, ваши дети, вы замечаете тревожность в них? Сложный достаточно вопрос. Я сейчас даже, знаете, как хочу немножко сказать про себя, я стараюсь вести себя так, чтобы не сделать их тревожными. Как бы я понимаю, что это в большей степени наша заслуга, какие наши дети. Вот, собственно, к этому и был вопрос. Передаются ли фобии по наследству? И правда ли, что ребенок, у которого родители тревожные, нервные, чего-то боятся, вырастает таким же? Да, вопрос очень такой сложный, поскольку генетически это не детерминируется. То есть по наследству не передается. Но по наследству может передаться, скажем так, ну, изначально возбудимость нервной системы. То есть есть люди более возбудимые, есть люди менее возбудимые. Ну, мы все их видим, бывают сангвиники, аллерики, монхолики и так далее. То есть и тип нервной деятельности, он передается. Однако же фобичность и повышенная тревожность – это уже заслуга воспитательного процесса. То есть как родители воспитывают детей, так, собственно, они себя ведут и научаются справляться или не справляться со своей тревогой. Потому что все мы изначально можем тревожиться, и это, в принципе, может приобретать хронический характер. Но если мы умеем справляться, то, соответственно, это не развивается. А это мы учат родители изначально. – Действительно ли, что фобии присущи людям больше молодым и среднего возраста, и что где-то после 50 лет тревожность проходит? – Ну, есть такие наблюдения, что действительно некоторые даже, ну, скажем так, личностные нарушения проходят после 50-60 лет. В силу того, что человек уже в любом случае меняет свое мышление. Ну, это может быть связано со многими факторами, не только возрастом. – А вот ваши пациенты. Олег сказал, что портрет нарисовать нельзя, но можно же нарисовать портрет возраста, пола. – Ну, у нас, скажем так, клиентский трафик, он ровно 50 на 50. То есть это не связано никак с полом. То есть обращается к какой-то женщине. – То есть женщины не чаще испытывают подобные проблемы, да? – Нет, не чаще, но мы именно говорим об обращаемости. Как на самом деле представлено в популяции, в обществе, ну, остается неизвестным. А вот именно в нашей практике абсолютно равновесное количество женщин и мужчин. По возрасту, да, в основном обращаются в промежутке с 18 до 45-50 лет. Вот это вот основная возрастная промежутка. Там есть определенные кризисные периоды. Первый – это вот 18-22 года, второй – в районе 40, плюс-минус. Вот, и там, скажем так, гущу. То есть больше людей приходит в этой категории. Ну, а есть и различные другие варианты. Как говорится, у кого как произошло. Потому что некоторые люди, допустим, мучаются долго, но обращаются к врачам спустя достаточно длительное время. То есть там год, семь лет, десять лет. Стаж может быть тех или иных проблем. Здоровье психически. Ну, и последнее, наверное, когда человек, может быть, не очень удачный пример, когда человек идет на исповедь к священнику, ему достаточно сложно признаться в каких-то всех своих грехах. Я думаю, что одним из поводов необращения к психологу, к психотерапевту является тоже какая-то вот нерешительность, ложный стыд и так далее. То есть нужно ли стыдиться вот того, что у тебя есть такие проблемы, либо с ними как-то, ну, жить и жить, собственно, хуже, может быть, не будет. Ну, хуже, как правило, может быть. В том-то и дело, что если речь идет о сильной тревоге, то со временем она приобретает хронический характер и становится своего рода стилем жизни. Но то, что касается стыдиться, то практически у всех идентичные проблемы. То есть очень сложно себе представить что-то поистине выдающееся. Поэтому да, когда люди приходят, это когда у терапевта достаточно такая обширная практика, ну, он не видит особой какой-то глобальной разницы в жалобах разных клиентов, поскольку действительно примерно структура одна и та же. То есть стыдиться тут нечего. Это, в общем-то, все обычные вещи, связанные, ну, со структурой и функцией нашего головного мозга. Он на нас так устроен. Спасибо, да. А можно я еще пару слов по поводу стыда? Вы пример привели. И там же вопрос в греховности, то есть в нарушении чего-то, да, то здесь мы говорим именно о том, что человек это же не может контролировать, да, то есть это его мучает, проблема. И здесь нет ничего, ну, неправильного, да, того, что он совершил сам, ошибочного, да, или греховного. То есть, грубо говоря, человек, ну, страдает от кого-то недуга, да, там, ну, как я не знаю, от простуды мы страдаем, принимаем лекарства, да, почему мы этого не стыдимся? То есть это какое-то эмоциональное нарушение. Человек застрял в тревоге. Он обращается к специалистам, которые это могут и умеют лечить, избавлять от этого. В этом нет ничего стыдного. Единственное, только, знаете, есть миф, который говорит о том, что к психологам обращаются только... Психи. Абсолютно правильно, сумасшедшие. И люди тогда боятся подтверждения своего страха, что если я обратился к психологу, значит, я точно сумасшедший. И только вот этот вот предрассудок, по сути, страх, и мешает людям избавиться, годами мучаются люди. Ну, тогда здесь, собственно, два варианта. То, что мы сейчас с вами все признали в своих страхах, означает либо, что мы сумасшедшие, либо, что, в общем-то, этого стыдиться действительно и не стоит. Не стоит. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Фобия – это навязчивый страх, который отличается четкой фабулой и упорным течением. И самый главный шаг на пути преодоления фобии – признать ее существование и начать бороться. После этого, как правило, все остальное уже не так сложно. Будьте здоровы, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова